Как признается глава муниципалитета Александр Макаров, такого стихийного бедствия жители Инзы еще не видели. Напомню, 28 июля на район обрушился ураган. За считанные секунды шквалистый ветер с корнем выдирал деревья и крыши домов. Шел сильный дождь. В результате 3000 домов остались без электричества, произошли порывы электропередач. В некоторых местах деревья упали на дома и машины. К счастью, обошлось без пострадавших. Ситуацию под личный контроль взял глава региона Алексей Русских. В районе ввели режим повышенной готовности. Он поручил быстро восстановить систему жизнеобеспечения и оказать помощь людям. На последнем заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям обсудили проделанную работу. Приоритетными для нас сейчас являются вопросы восстановления объектов жизнеобеспечения, электроснабжения, оказания адресной помощи населению, пострадавшему от последствий непогоды, восстановления жилого фонда и инфраструктуры, разрушенных ветром и осадками. Из-за непогоды разрушены кровли 126 домов, как многоквартирных, так и частных. Пять деревьев упали на территории детского сада номер 3 – Рябинка. Пострадали и участки других муниципальных зданий. Примерный ущерб, Алексей Ильич, составляет порядка 20 миллионов. Протекание крыш, нарушение кровли, ограждение в семи образовательных учреждениях. Повреждена кровля даже нашего здания администрации, как ни странно, ну и, соответственно, из наших муниципальных зданий ЗАГС. Обрыв электропроводов 27. Повреждено 10 опор ЛЭП. Как доложил глава муниципалитета, водоснабжение полностью восстановлено. Электроснабжение подключено в семи населённых пунктах. Рабочие поэтапно подключают подстанции в Инзе. Сельскохозяйственные угодья пострадали незначительно.